Венспилское самоуправление постепенно увеличивает количество стерилизаций для бездомных кошек. На данный момент происходит стерилизация 8 кошек в месяц. И если посчитать, то получается 96 кошек в год. Учитывая, что кошки плодятся два раза в год и в каждом помете в среднем появляется от двух до пяти котят, стерилизация всего 8 кошек в месяц никак не может решить эту проблему в городе. Ни для кого не секрет, что проблемой больных и бездомных кошек занимаются защитники животных и просто волонтеры, которые ловят и лечат их. Одна из них – венспилсчанка Ирина. Среди спасателей животных она известна тем, что справляется даже с самыми неприятными и сложными ситуациями и вылечивает тех кошек, которых должны были усыпить. Поэтому мальчику крыса отгрызла ногу. Ого. Наверное, когда малышка совсем была. Ну, не бойся. Они не видят чужих. Видите, как боятся. Это вот девочка с сепири. Все ее видят. Иди сюда. Вот у нас страшные судороги. Этот котенок экспериментальный. Он должен был, он слепой полностью. Это Ники. Сахарный диабет у нас. Вот. Язва и сахарный диабет. В октябре и ноябре Ирина Рева со своими единомышленниками вылавливала бездомных кошек в нескольких местах нашего города. Одно из них находится на улице Санаториес, где кошки уже стерилизованы, живут в дикой природе, но их регулярно подкармливают. Ух ты. Вот. Вот. В таких условиях здесь котики живут. Гораздо хуже дела обстоят в гаражном кооперативе на улице Есавас. Кошек здесь терпят. Но кошки рожают больных котят, которые умирают еще совсем маленькими. А те, кто выживают, теряют зрение из-за вирусных инфекций и грибков. Ирина часто кормит таких малышей из бутылочки. Ведь кошек мам стерилизуют. Все они очень ласковые. Очень ласковые. Все целуются, обнимаются. Где у меня тарик? Вот этот котенок, он смертник. У него фиброз легких, у него зарастают легкие. Когда-то надо будет его идти усыплять. И его вывезли на кладбище и выбросили под дерево. Когда ему было три месяца, он сидел, воздух вот так втягивал, не поднимал, куда, как, что. Даже увеличение количества стерилизованных кошек не решит проблему полностью, так как большое количество бездомных кошек в городе обитает на частной территории. А это означает, что кошки должны быть пойманы и стерилизованы домовладельцами или управляющими домами. Общее решение этой проблемы должно быть найдено не только путем подкармливания диких кошек, но и путем поиска средств на их стерилизацию. Если у вас возникнет желание взять к себе домой маленького котенка, вы можете связаться с Ириной Ревой в социальных сетях или же обратиться в общество защиты животных Минку Парк.